Доброе утро, дамы и господа! В эфире очередная программа «Контакт» с Александром Грантом. А насколько вы видите, беседую я с вами не из студии RTN, а так называемой «удалёнки». Ну а откуда точно, мне даже сказать страшно. Итак, сегодня последний день месяца, а это значит, что у нас и передача особая. Это действительно так. И надо сказать, что первый месяц Нового года пролетел как-то особенно быстро, в таком темпе, что я как-то назвал его «свистопляской». Потому что действительно события были, если положить их на музыку, но чуть ли не хачатуряновский танец с саблями. Ну а поскольку, как обычно, такая передача ведётся мною в соавторстве с хорошо знакомой вам моей коллегой-радиожурналистом Еленой Гинслинг, то я и представлю её для дальнейших рассуждений. Елена Аркадьевна, здравствуйте! Как вам живётся-можется? Здравствуйте, Александр Юрьевич! Живётся, ну, вот как я обычно говорю своим соседям, пока живая. Особенных новостей у меня лично нет, хороших новостей нет, но всё остальное мы сейчас с тобой обсудим. Правильно? Понятно. Ну, давайте тогда, Леночка, начнём наше обозрение месяца, как обычно, сверху донизу. Причём с самого верху до самого низу. Итак, верх за январь отличился тем, что сначала в доме, даже в двух домах президента Байдена, затем в доме бывшего вице-президента Пенса, а до этого в доме бывшего президента Трампа нашли секретные документы. Но надо сказать, что, как ты помнишь, началось-то всё это 2 ноября, когда адвокаты Байдена сообщили в архив, что в доме Байдена они обнаружили, там, я не знаю, или мол искали в гардеробе, или перебирали его старые вещи, но нашли несколько документов с грифами секретно. А сообщили об этом, то есть прилюдно об этом стало известно, кому положено, не 2 ноября, а через неделю, 9 ноября, то есть уже после промежуточных выборов. Ну, понятное дело, что если бы об этом стало известно до промежуточных выборов, то, конечно, самому Байдену ничего не грозило, потому что ему перевыбираться только через два года, а вот кандидатам демократов действительно могло не поздоровиться хотя бы отголосками этого скандала. Промолчали, но и поднялся скандал, потому что такое шило в мешке не утаишь. Итак, 14 января у него нашли вторую серию документов, а потом, по-моему, 20 января третью. Вот, а потом уже стало известно, потому что все взъерепенились, и сказали, что у Пенса в его доме, а, кстати, это и не его дом в Индиане, а дом каких-то его родственников, своего жилища, как выяснилось, у Пенса нет, тоже нашли документы. И поехал с Эрбор. Начался разговор, суды и пересуды, и с Толовой подняли старье, вспомнили Клинтоновскую, я имею в виду Хиллари, когда она была госсекретарем, вспомнили то, как она обращалась с секретными документами на своем сервере, вспомнили одного директора ЦРУ, вспомнили руководящих сотрудников FBI, которые выносили из мест, где положено лежать секретным документам, туда, куда им не положено лежать. И знаешь, что, Лен, поскольку мы сегодня с тобой говорим, как говорят французы, «ant ar nous tete-a-tete», то есть «глазу на глаз», а между нами еще полтора миллиона телезрителей, я честно тебе признаюсь, что у меня тоже есть секретные документы. То есть в моем архиве лежит пара документов с грифом «confidential», то есть для служебного пользования, где речь идет о русской мафии в Соединенных Штатах. И в свое время я получил эти документы от одного из своих источников. Как ты к этому отнесешься? Надо было мне заявлять об этом или нет? Саш, но ты же не занимаешь никакую при этом, при том, что ты хранишь эти документы, ты не занимаешь никакую должность государственной важности. Ты не госсекретарь, ты не вице-президент, и ты не президент Соединенных Штатов. Так что ты... Это точно. Это с последним я с тобой как никогда согласен. Более того, мне и не светит такая возможность, потому что я родился не на территории Соединенных Штатов. Так вот, все-таки, вот эта история с документами, с ее перепевом, с ее взглядом назад и взглядом вперед, вот она тебе кажется опять слоном раздутым и с бухой, или все-таки это очень своевременно? Саша, ну ты знаешь, мне кажется, что вот так получилось, так получилось или случилось. Я, по-моему, в прошлой передаче тебе говорил свои, мои соображения, что Байден, возможно, он даже не помнил, где и что у него лежит, какие бумаги, какие секретные, не секретные. Более того, я читала о том, что вице-президент не имел права этого делать. Он, президент, да, мог хранить секретные документы, а вице-президент, нет, не имел права. Потом, теперь он говорит, что у него даже никаких к сожалению, нет в том, что он эти документы хранил. Он сказал, no regrets, в гараже, в этом, в тумбочке, где угодно. Плюс к этому, как мы знаем, к этим документам имел доступ его сын Хантер. И Хантер, возможно, тоже хранил там секретные документы. Ты свечку над Хантером не держала, когда он заглядывал тайком в папины документы. Это мы предполагаем, что он имел доступ к этим документам. Твой товарищ Трамп, он сразу без обиняков заявил, что, конечно, а о чем разговор? Ведь что-то произошло-то на самом деле. Ведь когда у Трампа нашли эти документы, Байден был первым, который назвал это верхом безответственности обращения с документами. А потом выяснилось, что он такой же безответственный, как Трамп, а может еще даже хуже. Потому что Трамп, во всяком случае, не держал их в багажнике своего старенького автомобиля. Хорошо. Мы договорились о том, что мы это, я, ты и соответствующие организации, что Байден не поставил об этом в известность тех, кого положено, а Белый дом и секретная служба, которая охраняла Байдена и продолжает его охранять, она отказалась передать списки людей, которые посещали дом Байдена в Далавере. И поэтому мы не знаем, кто туда ходил и кто точно мог иметь возможность читать эти документы, включая Хантера. Хотя Хантер, может, оттуда и не выходил. Тут, конечно, возникают разные разговоры. Насколько это вкупе со всем тем, что мы знаем про Байдена, про Трампа я уже не говорю, насколько вкупе всех сведений, известных нам про Байдена, ему именно это может повредить или даже доконать его в 2024 году, если до этого времени он, кстати, еще и не сказал, что он будет участвовать, если он все-таки будет участвовать в выборах. Саша, я думаю, что это ему не помешает. Это вот как раз эти спрятанные документы. Более того, мне кажется, что про это мы скоро забудем и будет что-то поважнее. Нет, это нет. Но, опять-таки, это мое мнение. Ну, поважнее это я не представляю, что может быть, только если какие-нибудь очередные громкие разоблачения по поводу миллиардов долларов, истраченных на военную помощь Украине, вдруг возникнет сейчас сообщение, что благодаря оплошенности нашего верховного главнокомандующего, как писал Твардовский, пушки к бою поехали задом. Ну, это, возможно, ему и может повредить. Но до этого еще надо дожить, и этих сообщений нужно дождаться. Но я вспоминаю реакцию, и ты наверняка ее помнишь, нашего замечательного пресс-секретаря нового, Карин Жан-Пьер, которую я за миловидное личико назвал «Черная Барби». Она действительно совершенно кукольного облика, очаровашка. Но она на все вопросы, ты понимаешь, когда ей задавали вопросы во главе с Питером Дуся, ее засыпали вопросами, а кто приходил к Байдену, а как реагирует Байден, она всех отсылала в Министерство Юстиции. Она как заведенная машинка, или есть такие куколки, которые говорят только «Good morning». Она всем говорила «Обращайтесь, пожалуйста, в Department of Justice». «Обращайтесь в Department of Justice». Вот это тебя умилило или нет? Саша, она меня вообще, Джан-Пьер, она меня умилила с первого дня, с той первой минуты, как она начала работать на Байдена. Она все время за него заступается, и она все время не отвечает на прямые вопросы. Более того... Так у нее должность такая. Она пресс-секретарь президента. Она его ругать должна, что ли? Мы видели много пресс-секретарей, но чтобы за каждым словом она лазила в бумагу, и чтобы она отпрыгивала от всех вопросов, такого у нас пресс-секретаря не было. Не было. Вот. И она, я не знаю, так сказать, если он специально именно такую ее выбрал, или у него, у Байдена не было другой возможности, я не знаю, но я читаю очень много о том, что она никудышный пресс-секретарь, что она совершенно не справляется за свои работы, ее давно надо снять, но, Саша, надо найти кого-то другого, это, во-первых. во-вторых, может быть, ее не надо снимать, пусть делает, что делает, пусть цапается все время с Питером Дусом. Ну, я тебе скажу, что пресс-секретари Белого дома на улице не валяются, и, в общем-то, розыск этот вряд ли состоится, заменять, она же уже заменила предыдущего пресс-секретаря, госпожу Джейн Саки. Вот та тебе больше нравилась, или тоже была штучка? Она была штучка, но не до такой степени, как Жан-Пьер, конечно, она была гораздо умнее, гораздо умнее, и она, да, она была типичной пресс-секретарей, а это никто, никто и ничто. Саша, ну, давай мы про что-нибудь другое, а? Другое, это, конечно, мы будем, у меня просто есть к тебе последний вопрос, уже по поводу и пресс-секретаря, и всех остальных, то есть дождемся ли мы того, что президент все-таки будет сам отвечать на поставленные ему вопросы, как себе позволяли большинство его предшественников, даже до изобретения микрофонов, или он по-прежнему будет отшучиваться, отбрекиваться и говорить несуразицу? Совершенно. Ну, конечно, сколько он дал пресс-конференции за то время, что он находится в Белом доме, я не знаю, две, по-моему, или три, он не может, он не может, он не понимает вопросы, он не знает, как на них отвечать, или он отвечает не в попад, или какие-то шуточки, не-не-не, Саша, надо же немножко понимать, что у тебя спрашивают, и, соответственно, выдавать ответ правильный, и это не он, не, ему это никак, не будет он, не будет, не будет, не будет. Тяжело, или иногда он еще говорит, а мне не разрешают отвечать. дамы и господа, мы живем в государстве, которое называется The United States of America, то есть Соединенные Штаты Америки. Причем очень часто, во всяком случае, в русском языке, в переводах на государственные темы, я замечаю путаницу перевода слова State, которое означает и государство, и штат. Это на самом деле так. И в данном случае, если мы сегодняшние передачи обозреваем минувший месяц сверху донизу, то от слова State как государство я хочу спуститься на слово State как штат. И если ежегодное послание президента к Конгрессу и гражданам называется State of Union, то есть состояние государства, то губернаторы штатов ежегодно произносят State of State, состояние своего штата. И 10 января такое заявление сделала наш новый губернатор господа Кэти Хокул State of State. Она говорила ровно час в Олбани, ее слушали с восторгом, ей восторженно хлопали, потом, как мы с Леной Гизлинг уже заметили в нашей предыдущей передаче, что ее чуть ли не затискали и не зацеловали, пока она шла к трибуне, чтобы выступать. То есть это все было встречено ее единомышленниками и однопартийцами с нескрываемым восторгом. И вот я взял из офиса губернатора действительно вот эти хвалебные заявления. Что же она сказала? Программа «Путь к Нью-Йоркской мечте» 147 смелых инициатив по созданию в штате Нью-Йорк более доступной, комфортной и безопасной среды. Жилищный договор, который предусматривает строительство 800 тысяч новых единиц жилья в течение следующих 10 лет. Трансформационный план развития психиатрической помощи, увеличение коечного фонда для стационарного психиатрического лечения на тысячу койко-мест. Вот как же заживем, Лена, психушек станет больше. Это ли не победа демократии? Какое у тебя впечатление от этой речи? Хотя ты ее не слушала, но хотя бы ты о ней что-то слышала. Ты у меня по поводу психушек спрашиваешь или вообще? Ну, для меня это немаловажно. Да, ну, Саш, по поводу психушек известно, что у нас полно бездомных, полно бездомных, и что все они психически нездоровы. И мест Скажи все, почти все, это будет политически корректно. Окей, почти все, хорошо. Значит, поместить их, чтобы заняться лечением или, я не знаю, на постоянное место жизни, у нас места для них нет. Каким образом она и куда это все их поместит, расширит, поставит, откроет, это только ее разговоры. Все то, что она сказала в этой своей речи, говорила в течение часа, это как бы все, знаешь, красиво звучало. Пока что, вот на сегодняшний день она уже год занимает место губернатора, то есть она губернатор, пардон, она губернатор, вот, она ничего не сделала для города, для штата хорошего, ничего, для Нью-Йорка в частности, она, значит, что она открыла, приказала, указала открыть магазины, где будут свободно продавать марихуану, это очень важно, потому что марихуанные люди, они, у них были большие проблемы, на любом углу купить пакетик, не знаю, за 3 доллара идти курить, значит, теперь это все будет в магазинах, окей, теперь вопрос с газовыми плитами, о, она подняла очень высоко, потому что нечего газовать плиты, в ресторанах особенно, там, вся в личных домах, это больше этого не будет, по-моему, к 25-му году, почему, потому что люди, ты, отравляются газом, и болеют, и так далее, и тому подобное, это тоже полный абсурд, что еще она хорошего сделала, или предполагала, ничего, Саша, на пустое место, мы никогда о ней не слышали, кстати, пока она работала вместе с Коумом, мы никогда ее ни имени, не фамилили, а вот, скажи, вот ты как раз подвела сама себя к тому вопросу, который я тебе собирался задать, действительно, при своем боссе Андрюшке, я имею ввиду Андрюкова, она была тише воды, ниже травы, мы о ней ничего не слышали, и вообще не знали, что такое вице-губернатор, но она назначила своим вице-губернатором этого здоровяка чернокожего, который замечательно улыбается, широко распахивает руки для объятий, сидит позади нее, как положено, но до сих пор он, по-моему, слова не проронил, и своим назначением он обязан только своей стати, естественно, своему происхождению, вот интересно, почему Эндрю Куома, который, в общем-то, можно сказать, выпистывал Кэти, он тоже никак не комментировал ее роль на посту своего сменщика, или он настолько обижен тем, что его удалили, как ты считаешь? Саша, я думаю, что весь этот вот скандал, который вокруг него разразился, вынудил его к тому, что он вот просто тихо, ушел с поста, и все. Не так тихо, но после всех скандалов он решил, что ему лучше уйти. И ее там, вот, она будет меня замещать. Не-не-не-не, ты что? Ты что? Не-не-не-не. Не, ну, как ты знаешь, я категорически против, это, так сказать, мое амплуа, я могу сказать, я категорически против того, чтобы женщины занимали важные государственные посты, губернаторы, вице-президенты, спаси Господи, президенты. Не-не-не, не годится. Поэтому она у нас, у нас в штате, она, губернатор, она пустое место, пустое. Ну, годится, не годится, но давай все-таки честно признаемся, или во всяком случае я признаюсь, что Эндрю Ком это убрали за сущую ерунду, за поцелуйчики, за хватание за неположенные места дам, но это, конечно, не подобает губернатору, но это никак не умаляет его губернаторских качеств, по сравнению с теми обвинениями, которые сейчас предъявляют, скажем, нашему президенту. То есть его убрали совсем за другое, возможно, за то, что он слишком заявлял о себе, за культ личности, испугавшись, что он слишком далеко метит. Но это тоже не тема в нашем разговоре и обзоре событий минувшего января. И тогда давай еще на одну ступеньку ниже спустимся и скажем о том, что 26 января аналогичное заявление о состоянии о состоянии уже своего города, а не штата и не государства сделал наш новый мэр господин Эрик Адамс. Он тоже выступил даже не в Сити-Холле, а он выступал в каком-то театре, по-моему, в Квинсе при большом количестве народа. А он великий мастер говорить и обещать, еще, может быть, даже похлеще губернатора. И он опять наобещал такого, что, в общем-то, у нью-йоркцев, наверное, широко раскрылись уши, а еще больше отвисли челюсти. Вот тебе вообще наш мэр как бывший полицейский, как специалист по борьбе с преступностью и как организатор хорошей жизни. Ведь помимо того, что он был капиталом полиции, он еще был и законодателем в легислаторе штата, и он был президентом Бора Бруклина, а Бруклин, в общем-то, государство в государстве. Вот он справляется со своими обязанностями мэра, как мы его себе мним в свете того, что он обещает? Или балаболка? Саша, ты знаешь что? Ну вот если мы вернемся к прошлому, когда он избирался на пост мэра, я за него голосовала. Да, я за него голосовала, потому что я ему верила. Я верила тому, что он понимает, что он говорит, понимает, что он делает, и что он будет хорошим мэром. Значит, все то, что происходит в нашем городе после того, как он стал мэром, я не уверена, что мы должны именно его в этом обвинять. Преступности, в ценах, в этом, в том, все. Я в этом не уверена. Он обещает, он хорошо и красиво говорит, он всегда прекрасно одет, он участвует во всех там встречах туда-сюда. Вот. Верим ли мы ему сейчас? Я не знаю. Вот что, обвинять его в этих нелегальных эмигрантах, которых нам в город уже послали 46 тысяч. Я не уверена, что это он в этом виноват. Куда он от них денется, когда вот один автобус за другим выгружают? Зачем он поехал? Я вот что не понимаю. Зачем он поехал на границу в Эль-Пасо посмотреть, как там это все дело происходит? Что это ему дало, что это нам даст, какой он вывод сделал? Он собирался после этого, когда он посмотрел, что там творится на границе, он собирался поехать к Байдену, и это ему дело ткнуть в нос. И что? По-моему, он не поехал и не в нос. Ну как что? Ну, Леночка, ну как что? Ведь он поехал неспроста, потому что в Нью-Йорке, который он же вслед за Даблазио объявил городом убежищем, и не скрывает этого до сих пор, и заявляет, что Нью-Йорк примет столько желающих жить в Соединенных Штатах, а не в своих странах, где их угнетают и притесняют, что все эти люди могут рассчитывать на гостеприимство Нью-Йорка. И этих гостеприимщиков сейчас стало невыносимо много. И у него, как у честного американца, и как у бывшего капитана полиции, возникла необходимость, потребность и органическое, совершенно неколебимое намерение посетить то место, где им уж так плохо, что они поперли оттуда в Нью-Йорк, а вернее, их рассадили по автобусам и привезли в этот город, и в самолетах тоже, уже с разрешения губернатора штата и вице-президента Камалы Харрис. Об этом мы говорили в предыдущие месяцы. И он поехал на границу с Мексикой, чтобы лично своими собственными руками потрогать вот эту самую решетку пограничную и пощупать, действительно ли она настолько гуттаперчивая, что они через нее проникают как вода через сито. Неужели тебе это не ясно? Саша, мне это ясно, только мне не ясно, что он хотел этим своей поездкой изменить. Что он хотел сделать? Ну, ну, смотри, если мы уже заговорили о проблеме рефьюзников и этих самых просителей убежища, которые вдруг оказались в Нью-Йорке в огромных количествах, я имею ввиду, нелегалов с южной границы, и легалов их уже никто не называет, и недокументированными иностранцами их нельзя называть, потому что у них совсем другой статус, они просители убежища, которых еще не оформили. Так вот, эти люди живут у нас в Нью-Йорке, сначала их расселили по отелям в Манхэттене, потом их попробовали поселить в шелтерах, они в шелтерах не хотят жить, потому что они боятся, что у них там поваруют остатки их нехитрого скарба, потом для них выстроили, если ты помнишь, эти палаточные городки, общежития, в которых тоже ничего не получилось, потом их еще куда-то расселили, сейчас для их предоставили два огромных помещения в Бруклине, бывшие терминалы, они оттуда обратно поперли, они заявили, что мы не хотим в Бруклине жить, а мы хотим жить в наших привычных манхэттенских отелях, потому что многие из нас уже устроились на работу, но естественно не в банке и не в страховые компании, а кого там посудомойками, кого там еще чего-то, и мы хотим все-таки не ездить из Бруклина на работу, хотя у нас бесплатный проезд, в Сабвеи, где нас, не дай бог, еще обворуют или оскорбят нашим происхождением, мы хотим жить в манхэттенских отелях, и сейчас они заполонили уже не отели, а подъезды этих отелей, я видел вот эти палатки, которые они построили, велосипеды, которые там валяются, нам показывали объедки, которые они выбрасывают, даже не объедки, а не распакованные порции с продуктами, которые им дают бесплатно, а они их не едят, потому что их национальная кухня другая, вот как к этому относиться? Саша, это все отвратительно, если ты в эту страну проник нелегально, ты должен принять все, что тебе здесь дают, тебя поселяют в Бруклине, иди туда и живи там, и скажи спасибо, что тебя здесь оставили, тебе не нравится еда, выкидываешь, это была не распакованная, мы с тобой в прошлый раз об этом говорили, они это не любят, они это не едят, выкидывали и это отдавали крысам, теперь им не нравится, они хотят жить только в отеле в Манхэтте, вы что, ребята, не нравится, как я всегда говорила еще 35 лет назад, когда наши русские граждане звонили в газету и говорили, что им это плохо, то плохо и то им не дают, а я говорила, не нравится, обратно, дай, дуй обратно, они хотят жить в Манхэтте, ты понял, да, Саша, не-не-не, это все не годится, нелегалы, вы нелегалы, вы не имеете права ни на что претендовать, ни на что, вот это мое мнение. Ты знаешь, много лет назад я и мой до сих пор, надеюсь, добрый знакомый и даже друг, адвокат Борис Палант, мы от передачи к передаче на этом телевидении рассказывали телезрителям основные положения Конституции Соединенных Штатов, и Борис не уставал повторять, адресуясь не только к нашей эмиграции, а ко всем родившимся не на территории Соединенных Штатов. Он говорит, вы ради Бога не забывайте, что находиться на территории Соединенных Штатов иностранцу это привилегия, а не долг. Вам никто ничего не должен. Вы должны отдавать себе отчет в том, что вас сюда впустили, но если не из милосердия, то во всяком случае из какой-то степени сострадания к вашему горестному положению на своих исторических родинах, включая бывший Советский Союз. И вот это сейчас напрочь отбрасывается. И эти люди, которые приезжают сюда, они чувствуют себя не обязанными этой стране, а тем, что эта страна им чем-то обязана. Но, друзья мои, сейчас мы, как обычно, прервемся на пару минут рекламной паузы, а потом продолжим обзор январских событий с Еленой Гинфлин, касавайтесь с нами. Нью-Йоркцам нравится везде спешить, а когда речь идет о COVID-19, все сводится к быстроте. При симптомах COVID-19 быстро пройдите тестирование и лечение. Лечение действует лучше, если начато сразу, и поможет вам избежать тяжелой болезни. Спешите, особенно если вам больше 65 или есть другие болезни. Позвоните врачу или 212-268-43-19 для лечения и тестирования. Вакцины COVID-19 остаются лучшей защитой от тяжелого заболевания. Посетите nyc.gov slash вакцинфайндер. У крокодила 60 зубов. Он может быть расточительным. У муравьеда зубов нет, ему терять нечего. Кому из них лучше? А лучше тому, кто лечится у хороших дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат. В агентстве GoodCare пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких, неравнодушных людей, позвоните в GoodCare 718-635-3535 Самая быстрая, безболезненная и эффективная процедура восстановительной венопластики проводится в сосудистом институте Синай-Диагностикс автором новейшей методики доктором Дэниелом Саймоном. Синай-Диагностик для меня просто открытие. Я не подозревала, что можно так быстро провести эту процедуру. Синай-Диагностикс 718-615-41 2-0 Здесь не только вылечат вас, но и исправят чужие медицинские ошибки. Лечитесь у лучших. Чтобы быть успешным по жизни, нужно быстро соображать, четко слышать и ясно видеть. С первыми двумя у меня все в порядке, а вот зрение чуть подкачало. Это я во время лазерной процедуры Лейсик в новой клинике доктора Леонардо Блея. Три минуты на правый глаз и столько же на левый. Теперь я читаю, пользуюсь компьютером и вожу машину без очков. Всего 6 чудесных минут Лейсика у доктора Блея изменили мою жизнь. Кто следующий? Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидзен Радио и телеканал РТН предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего 1 звонок на Дэвидзен Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005 Дополнительные бонусы на рекламу на ролики в дневное время и в выходные. Своните сейчас 718-303-8005 По статистике специалистов Дэвидзен Амбуланс Ассист русскоязычное население Америки отличается тем что вызывает скорую помощь в последнюю минуту. Стоит ли говорить что часто последняя минута это слишком поздно. Забудьтесь о своем здоровье вновремя. Запишите телефон скорой помощи Дэвидзен Ассист 1-888-710-03-03 Здоровье ваш вам решать. Нью-Йоркцам нравится везде спешить А когда речь идет о COVID-19 все сводится к быстроте При симптомах COVID-19 быстро пройдите тестирование и лечение Лечение действует лучше, если начато сразу и поможет вам избежать тяжелой болезни Спешите особенно если вам больше 65 или есть другие болезни Позвоните врачу или 212-268-43-19 для лечения и тестирования Вакцины COVID-19 остаются лучшей защитой от тяжелого заболевания Посетите nvc.gov слэш вакцинфайндер И еще раз здравствуйте дамы и господа Напоминаю что вы смотрите программу Перекур Извините программу Контакт с Александром Грантом который беседует с вами из так называемой отдаленки И как обычно поскольку сегодня последний день месяца передача эта посвящена обзору январских событий и мой сегодняшний собеседник также хорошо знакомая вам радиожурналист Елена Гинслинг Лена еще раз здравствуй Добрый день Ну так вот мы с тобой перемололи косточки нашему руководству от государства до города А теперь давай спустимся еще на шаг ниже и коснемся уж самого последнего но событие которому еще суждено голосить и голосить а отголоски может зайти в общем-то довольно известные закоулки общественного сознания и реакции на это Я имею ввиду то что произошло 7 января этого года в городе Мэнфиси где пятеро патрульных все как один афроамериканцы остановили подозрительно вилявшую по дороге машину за рулем который сидел 29-летний афроамериканец по фамилии Николс как его зовут? Тайв Тайв вот да и так сидел вот этот самый господин они его остановили до сих пор не до конца ясно что между ними произошло но как пока известно его попросили показать документы он по каким-то обстоятельствам вышел из машины и побежал от полицейских они его догнали и то что произошло затем и было снято на видео это совершенно возмутительная сцена пятеро полицейских стали избивать его в результате этого избиения он попал в больницу и от полученных травм 10 января скончался все это стало известно и когда в социальные сети попала вот эта самая видеозапись тут началось то что должно было начаться то что началось много лет назад относительно много лет назад когда полицейский придушил за шею фриамериканца Эрика Гарднера который на Стейт-Айленде торговал в розницу сигаретами то что произошло затем с известным господином которого полицейский придавил ногой так что он скончался то есть поднялся дикий совершенно скандал но без погромов и без поджогов и без грабежей как это было в предыдущие разы поскольку и с той и с другой стороны были афроамериканцы и в общем расовая карта как бы выпала осталась только одна полицейская жестокость но и этого я бы не сказал потому что сколько я не видел кадров записей вот этих маршей люди несли плакаты на которых было написано прекратите проявлять жестокость по отношению к чернокожему населению то что это делали сами чернокожие это как то все сгладивалось это все сходило на нет вот как к этому относиться Елена Аркадьевна Саша ну я думаю что для тех людей которые сейчас выражают протесты им важно только то что они применили совершенно недозволенное абсолютно недозволенное по отношению к парню который оказался чернокожим вот значит я читаю слушаю по этому поводу сейчас очень много что ни в какой полицейской академии вот вот этому их не учили ни в какой нигде применять тезер сбивать вот этой самой палкой полицейской Саша как она называется дубинкой он что сделал этот парень для того чтобы они с ним так поступали почему у них возникла такая дикая злоба по отношению к нему и до какой степени они его избили что он он же им сказал что в конце что ему нечем дышать они испугались за полусмерти потому что мы такое уже слышали I can't breathe и тут же они вызвали скорую помощь скорая помощь приехала не очень быстро как мы теперь знаем а именно через 20 минут вот такого такого вот не дай бог в Нью-Йорке такого не бывает через 20 минут скорая помощь нет у нас приезжает тут же скорая помощь и пожарная машина через 2-3 минуты значит сейчас предъявлены обвинения всем пятерым полицейским предъявлены уволены работники скорой помощи уволен работник в шофер этой пожарной машины в общем Саша это это произошло ты знаешь у меня есть тенденция я принимаю все очень близко к сердцу вот когда я увидела вот эту страшную фотографию парень весь в этих дыхательных трубках с опухшим лицом лежит в больнице и у него у него же внутреннее кровотечение было от этого он умер до какой же степени они его избили до какой степени конечно у нас будут эти выступления и еще будут долго и еще будут долго вот это всех посадить всех посадить обвинить их в убийстве непреднамеренном и так далее но это это я хочу отдать должное нашему мэру и бывшему капитану полиции Эрику Адамсу который вчера выступал в очередной раз по очередному поводу ему задали естественно этот вопрос и он сказал что в общем-то он считает нашу полицию как институт очень хороший и эффективный и если будет доказана вина пяти этих отдельных полицейских это означает как он сказал что они предатели которые предали свой мундир their own uniform и я полностью с ним согласен потому что до этого я слышал выступление одного господина который представляет какую-то там коалицию и он сказал что необходимо пересмотреть весь институт полиции целиком и принять необходимые меры по изменению его культуры то есть то что ты сейчас сказала оказывается по мнению ряда граждан а это мы слышали уже раньше когда поджигали полицейские участки и вырывали машины о том что нашу полицию вообще нужно отменять что она никуда не годится там учат не тому и они выполняют команды которые ведут не к тому вот в данном случае конечно мы ограничимся тем что мы должны узнать что же произошло на самом деле как водитель я прекрасно знаю как ведет себя полиция когда тебя останавливают за нарушение правил движения никто тебя не бросает на землю и не колошматит дубинками у тебя вежливо просят предъявить registration and insurance и ты им даешь это и driving license естественно но я помню случаи когда были эпизоды когда у полиции возникали какие-то реальные опасения и водителя просили немедленно держать руки на руле или в вашем случае держать руки так чтобы их было видно и одну женщину застрелили за то что она при этом полезла в бардачок как называют перчаточное отделение глав компартмент она полезла за документами полицейский взял и убил ее его судили за это но это было так сказать превышение власти по каким-то обстоятельствам они подозревали что она сейчас достанет пистолет и начнет в них стрелять вот почему он вышел почему он побежал что их заставило так его ни при каких обстоятельствах нельзя было бить потому что по инструкции полиции о чем мы не раз говорили и в случае с Флойдом которого коленом придушили адвокаты и правоведы сходились в одном что как только на человеке наручники он уже безопасен он уже принадлежит не полиции он находится под охраной полиции он не in custody он under the protection все вы его арестовали дальше уже будет разбираться прокуратура уже не вы вы обязаны принять все меры к тому чтобы он целости и безопасности был доставлен туда где ему сейчас место в участок в тюрьму в прокуратуру куда угодно и недаром полиция наверное помнит что когда человека сажают в машину в полицейскую полицейский кладет ему руку на затылок чтобы он не дай бог не стукнулся и не ударился полицейскую машину чтобы ему было так сказать что полицейский в какой-то степени защищает себя чтобы их потом не судили за то что у него шишка на затылке а тут произошло нечто наоборотное это конечно ужасно ты думаешь вот эти протесты которые возникли они уймутся или они наоборот будут разрастаться Саша я не думаю что они уймутся во всяком случае в ближайшее время вот мы будем ждать когда этим полицейским предъявят обвинение какое что кому пять человек потом сейчас еще двое еще один там оказался один белый полицейский как раз который стрелял из этого из Тейзера значит Саша я не знаю сколько времени это будет продолжаться но оно будет конечно будет ты что у нас же очень много городов полно где люди возмущены этим да это это еще будет ну я не знаю как у вас а у нас в Японии поется в одной хулиганской частушке вот так я не знаю как в других городах а у нас в Нью-Йорке уже есть проявление так сказать гражданского неповиновения очень модно стало с недавних пор из подачи движения БЛМ писать на полицейских машинах три буквы F T и P FTP это значит определенное сексуальное отношение к VETALIS на букву F вот и значит вчера ночью этими буквами расписали два полицейских VEN которые стояли в центре Бруклина у Бора хола у городского то есть у зала заседаний этого Бора до этого то же самое происходило с полицейской машиной во время марша протеста в Манхэттене один гражданин запрыгнул на капот полицейской машины и стал бить по лобовому стеклу но он был в кроссовках а не в ботинках поэтому он стекло не разбил то есть уже какие-то проявления вот этого хулиганства они налицо и причем это протест против жестокости полиции и господин Вал Шартен который в общем-то созвал свою рать в своем движении в квартире своего движения он опять-таки начал говорить что no justice no peace хотя при этом говорил что мы ни в коем случае не должны опускаться до актов насилия но нет справедливости нет мира как быть дальше Байден когда реагировал на события в Мемфисе он сказал действительно что это совершенно недопустимо и протесты не могут быть ни в коей степени противоправными они не должны нарушать закон но отметил он на протесты они имеют право и протесты эти правомочные но мирные протесты вот где найти грань между тем чтобы выйти на демонстрацию с плакатиком на котором будет написано no justice no peace а потом этот плакатик обрушить на голову дежурного патрульного полицейского вот эта грань она в сознании или это что-то большее саша ну зависит зависит от людей зависит от людей зависит от демонстрантов тот кто пришел для того чтобы так сказать физически выразить свою ненависть и свои соображения да они начнут туда-сюда швырять кидаться и пытаться разбить полицейские машины вот и ты знаешь у нас нападают на полицейских без конца и во всех городах и в Нью-Йорке тоже между прочим вот но Саша я просто не знаю во что это может обернуться я не знаю смотри Лен тут вот какой интересный оборот нашей беседы вот это видео которое ты увидела которые я увидел и которые увидели миллионы других оно потрясает еще ни один человек не сказал что он остался равнодушным от того что он увидел я слышал что говорили и Карлсон Такер и Дон Бангина по 44 канала люди которые в общем всегда защищают наших правоохранителей и не очень хорошо относятся к баламутам и смутьянам и тот и другой говорили что это совершенно нерпимо и это ужасно и это шокирующе это английское слово шок оно очень широко употребляется в подобных случаях но вот это видео и еще одно видео которое касается эпизода когда 82-летнему мужу нашего спикера господину Полу Пелоси проломили молотком череп значит сделал это господин как его зовут с французским фамилием он значит пришел и стукнул все это было снято и это тоже было совершенно ужасное зрелище когда у старого человека он пытается он стоит в трусах его подняли ночью с кровати он пытается вырвать у молодого крепкого мужика молоток а тот берет и бьет его по голове вот эти два видео которые вызывают шок вызывают ужас и вызывают определенную реальность и реакцию вот все таки вот эти видео и похожие им ужастики которыми нас изрядно и обильно подчают и в виде текстовых сообщений и в виде фотографий и в виде видеозаписей вот не кажется ли тебе что нас чья-то рука я не уверен рука это земного человека или господа бога она нас как бы умышленно держит в узах ужаса то есть на нас одевают какие-то шоры сюда и ужас перед пандемией и ужас перед войной в Украине с этими безумными жертвами разрушенными домами нас постоянно держат в состоянии трепета вот у тебя нет такого впечатления саша ты знаешь что я да я с тобой согласна что нам наверное было бы достаточно того что мы прочитали каким образом они напали на этого парня как они его избивали и тому подобное как вообще все это происходило люди в это поверили люди поверили что пять полицейских поступили таким образом значит то что произошло с Полом Пелоси мы тоже во всех деталях об этом знали как он вошел как он ворвался в дом что он разбивал этот депап и потом уже когда пришли полицейские и сказали ему брось молоток он сказал нет и ударил по голове Пола Пелоси мы это все читали зачем зачем нам сейчас это показывают чтобы мы впечатлились еще больше и чтобы мы действительно поверили что так оно и было ребята говорят пишут об этом в прессе во всех деталях говорят по всем каналам по телевизору мы все равно не верим до тех пор пока нам это не покажут нет нет это ну я с этим абсолютно не согласна и нас таким образом нас задавливать нет это не годится с одной стороны нас задавливают с другой стороны наша свободолюбивая пресса которой и ты и я имеем непосредственное отношение мы считаем недопустимым что-либо замалчивать что все новости если они правдивы как гласит девиз газеты Нью-Йорк Таймс должны быть преданы гласности а по поводу этого самого господина который проломил молотком голову 82-летнему человеку он на днях позвонил из тюрьмы на одну из калифорнийских телестанций в прошлую пятницу не далее чем и заявил им что он сожалеет о том что он нанес это что он сделал это только с одним из них потому что их гораздо больше потому что он настолько недоволен как он сказал тем что творится в Вашингтоне что он решил разобраться с целой кучей людей но одновременно поскольку он явно не в ладах собственной психикой он так сказать ну я не хочу говорить что надо было проломить голову жене а не мужу потому что недоволен то он был Нэнси Пелози а не Полом Пелози но тем не менее он заявил что он не завершил свою миссию после этого уже это видео было опубликовано так что в данном случае это было своевременно это я как журналист говорю но ужас остается ужасом вот мне немножко страшновато жить не потому что я боюсь что на меня кто-то нападет а мне страшновато жить вот в этой самой стране которую я считал в общем-то пристанищем безопасности то как говорят сейчас эти люди прибежищем безопасности я приехал из страны где действительно было опасно во всех отношениях в страну где мне гарантировано конституцией что мои права будут охраняться мои права включая физическую безопасность но давай и эту грустную тему останем в стороне и поговорим о чем-нибудь веселеньком и развлекательном вроде того как ведут себя на территории Соединенных Штатов британские подданные возьмем скажем Джислейн Максвелл которую недавно приговорили к паре десятков лет лишения свободы за то что она вытворяла со своим бывшим полюбовником покойным Эпстином что ты о ней можешь сказать Саша она не так давно Джислейн Максвелл находясь в тюрьме ее ненадолго посадили всего лет на 20 значит она не так давно дала интервью английскому корреспонденту о том что она думает по поводу принца Эндрю которого обвинили в связи с несовершеннолетней девушкой тоже я не помню лет 20 назад она его обвинила и за это принца Эндрю убрали из дворца абсолютно мама ему сказала нет вот она сказала а вот по-моему Вирджиния Джуфре Вирджиния Джуфре да и она еще по этому поводу написала книгу ну ты знаешь сейчас чуть что так книгу писать книгу писать во всех деталях что и как было 40-50 лет назад значит вот она написала книгу значит она обвинила его что ей тогда было по-моему 16 лет принц Эндрю ею пользовался вот потом она еще обвинила известного адвоката Алана Дершивица в том что он тоже ее употреблял потом она попозже сказала что она точно не помнит может у нее с годами все это смазалось значит сказала Гизлейн Максвелл что этого не было что та фотография которую нам показали 85 раз как принц Эндрю обнимает ее за талию 16-летнюю девушку что это придуманная фотография этого не было и якобы она еще Гизлейн стоит там на заднем плане этого не было она по-моему даже сказала что это фейк что это фотомонтаж да 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 и потом она еще сказала о том что она не верит в то что Эпстин сам повесился что кто-то понятно что кто-то в этом деле участвовал кто-то его вот таким образом подвесил и сделали как бы вид что он сделал это сам вот она так считает Леночка ведь в свое время мы с тобой тоже судили рядили сам он повесился или его повесили и ты приводила примеры мнения одного патологоанатома все это так но поскольку наша передача подошла к концу в заключение я хочу сказать вот ты упомянула Алана Дершевица я горжусь его ответом как мужчиной и как еврея он сказал что извините пожалуйста я могу ответить только одно я все эти годы прожил со своей женой и я ни разу не изменял ей ни с кем ни прямо ни косвенно вот так и нужно вести себя дамы и господа во всяком случае в ответе на облыжные обвинения я благодарю Лену Гинстен за участие в сегодняшней передаче я благодарю нашу аудиторию за то что вы выслушали в течение часа ее и меня и мы прощаемся до следующего до следующего до следующего Субтитры создавал DimaTorzok